Здравствуйте! В эфире информационная программа «Шарайна» в студии работы Тася Лейдар. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Семее продолжается вакцинация против коронавируса. Кто сейчас проходит прививку, мы узнали в поликлинике номер два. Специалисты отмечают, что в первую очередь должны стремиться пройти вакцинацию те горожане, которые не имеют антитела, то есть не переболевшие коронавирусной инфекцией. Поскольку у пациентов с антителами есть защита, и они могут быть привиты позже по мере снижения её уровня. Такой рациональный подход к использованию ресурсов среди населения позволит быстрее сформировать коллективный иммунитет к коронавирусу. С февраля месяца мы начали вакцинацию против коронавирусной инфекции. Вакцинируется уже четвёртый этап. В феврале, с первого февраля у нас был первый этап, мы привили 210 человек. Это в основном медицинские работники, стационаров и частично поликлиник. В марте месяца у нас прошёл второй этап вакцинации, где мы прививали медицинских работников по МСП и частично уже прививали педагогов. В апреле месяца мы уже привили 480 человек, это идут военные, сотрудники МВД, КНБ и уже идут граждане наши, которые состоят на диспансерном учёте с артериальной гипертонией, болезнями сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета в стадии компенсации. Стадий декомпенсации, к сожалению, является медотводом. На сегодняшний день мы уже привили около 1000 людей. Прививается вакцина дважды, это сегодня, например, и через 21 день вторая вакцинация идёт. На вакцину бывают незначительные реакции, бывают реакции в виде температуры, примерно у 10-15% от привитых, температура, слабость, мышечные боли. Но это купируется обычно к третьему дню после вакцинации, то есть это считается нормой. На сегодняшний день вакцинация против коронавирусной инфекции является одной из главных защитой против заболеваемости. То есть человек привитый, у него выработается иммунитет искусственный, и даже если он заболеет, он будет болеть в лёгкой степени. Но в основном, конечно, это защитить практически 100%. Всех приживаю вакцинироваться, потому что это является основой всего, чтобы защититься. Добавим, что горожане, получившие прививку против коронавируса, могут проверить наличие постфакцинальных тел с помощью тестов в специализированных лабораториях. Такой анализ даётся на 42-й день после введения первой дозы вакцины, то есть через 6 недель. Аселяй Дарнер, Луна Розалин, Сумарта Умхан, информационная программа Шарейна, ТВК-6. Пандемия коронавируса во всём мире не утихает. Помимо вакцинации на пути между человеками COVID-19 находятся только маски. При правильном ношении они могут эффективно фильтровать респираторные капли, несущие на себе вирус. Сегодня в семье сотрудниками полиции совместно с волонтёрами города проводилась разъяснительная работа о необходимости правильной индивидуальной защиты. Обратимся к статистике. В тех странах мира, где маски носить не рекомендовали, смертность от коронавируса увеличивалась каждую неделю на 54,3% после первого зарегистрированного случая. Там же, где проводилась политика ношения масок, этот рост составлял лишь 8%. Чтобы добиться нужного эффекта, надо понимать необходимость правильного ношения медицинской маски. У нас почти каждый третий носит её около губ, не закрывая при этом нос или и вовсе на подбородке. Поэтому юные волонтёры совместно с полицейскими обходят улицы и остановки, чтобы помочь семичанам защититься от инфекции. Сегодня мобильная группа обошла 106 автобусных остановок. Я с 13 лет занимаюсь волонтёрством. Для меня это очень интересно. По-моему, каждый должен понимать, что маску нужно носить правильно, ведь тогда риск заражения снизится. Приятно, что у нас есть такие команды, которые предупреждают людей, чтобы во избежание таких мероприятий, которые сейчас проводятся везде, на всей планете. Ну, Казахстан молодец, начали сейчас привычный. У меня сын работает в Эйкосе, там ещё вообще идёт активная сейчас вакцина. Поэтому спасибо. Работайте дальше стабильно, чтобы избежать. По словам полиции, такие разъяснительные рейды будут проводиться ежедневно, поскольку семьи постоянно находятся в лидерах по количеству заболевших в регионе. Надо помнить, что маска должна как можно ближе прилегать к лицу. И закономерность одна. Чем чаще люди носят маски, тем в большей безопасности они находятся. Конечно, на открытом пространстве её можно снять, но никогда нельзя быть уверенным, что мимо не пройдёт человек с коронавирусом. В областном историко-краеведческом музее города-семей состоялось открытие выставки «Ахан-Жирек». Она посвящена юбилейным датам великих поэтов и писателей казахстанской земли, которые внесли значительный вклад в развитие литературы страны и любимый своим народом. В этом году богатым на памятные даты мы отмечаем 175-летие со дня рождения Жамбыла Жабаева, 160-летие Акына Акылбая Абайулы, 160-летие поэта-просветителя Кокбая Жанатайулы, 120-летие народного поэта Шакира Абинулы, 110-летие выдающегося представителя казахской поэзии Касыма Аманжолова, 100-летие народной писательницы Турсунхан Абдрахманова и также 165-летие ученика самого Абая Кунанбаева Арипа Танербергенулы. Именно в честь этих событий торжественно открылась выставка, на которой представлены личные вещи, книги и даже музыкальные инструменты знаменитых людей, обогативших культуру казахского народа. К примеру, в экспозиции представлена Дамбра Жамбыла Жабаева, мандолина Касыма Аманжолова и даже Чапанша Акира Абенова, который в своё время был передан музею родными писателя. Выставочный зал посвящён любимцам народа, литературным деятелям, личностям, оставившим свой след в истории и в памяти людей на пути развития поэзии и искусства. Сегодняшняя выставка посвящена нескольким личностям, ведь наш казахский народ очень богат исторически значимыми личностями. В их честь в этом году будут организованы праздничные мероприятия. Сейчас подрастающему поколению как никогда нужны нравственные идеалы, какими, безусловно, являются представители культуры и их жизненный путь. С обретением независимости общество по-новому оценивает свою историю, в которой представители культуры родного края и их наследия становятся духовными источниками для народа. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выставка, посвященная юбилейным датам великих поэтов и писателей, продлится около двух месяцев, а параллельно в социальных сетях будет размещена информация о каждом поэте. Ассель Айдар, Нурлану Разалин, Санкартов, Мхан, информационная программа «Шарайнат», ВК6. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Полиция продолжает выявлять злостных неплательщиков по административным правонарушениям. С 13 по 16 апреля по области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Боршкер». За один день взыскано штрафов на общую сумму более 7 миллионов тенге. По информации полицейских, только за первые сутки проведения оперативно-профилактического мероприятия «Боршкер» задержано и водворено на специализированные стоянки 12 транспортных средств в семье и более 40 машин по области. Также в ходе рейдовых мероприятий и в потоке транспортных средств был установлен 22-летний водитель с машины на иностранном учёте. При проверке выяснилось, что за автомашиной числится непогашенный крупный административный штраф в размере около 1 миллиона 300 тысяч тенге. Новый хозяин авто пояснил, что несколько дней назад приобрёл в семье машину стоимостью ниже рыночной. В целях своевременного исполнения принятых по делу постановлений, по делу административных правонарушений, а также разъяснения граждан действующего административного законодательства, на территории области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Боршкер». Дополнительно созданы совместные с представителями прокуратуры, Акимата, частных судебных исполнителей, административной полиции, мобильные группы. Во время рейдовых мероприятий в семье по месту жительства были посещены около 500 должников, которым напомнили об административных штрафах. В отношении должников, которые имеются в имущество, мы можем описать это имущество и продать через комиссионный для погашения долга. Чтобы избежать принудительного взыскания административных штрафов, полиция рекомендует своевременно оплачивать штрафы, а при приобретении автомобиля учитывать риски и проверять данные по всем электронным базам, чтобы избежать недоразумений. Аселяй Дарду, Лето Эдказинов, Сумкар Туумхан, информационная программа Шарейнат, ВК6. Полицейские семьи спасли девушку. Инцидент произошел вчера, 13 апреля, около 6 утра. На пульт 102 поступило телефонное сообщение о том, что на старом понтонном мосту находится неизвестная девушка и, видимо, пытается спрыгнуть в реку Иртыш. Сообщение было незамедлительно передано всем нарядам батальона патрульной полиции «Семия». Экипажи «Баррис-30» и «Баррис-37» старших лейтенантов полиции Жаната Искакова, Мейрама Ережепова, Алибека и Мухаметова, Руслана Сагидулина оказались на месте происшествия одними из первых. Полицейским всё-таки удалось уговорить девушку отказаться от попытки спрыгнуть в воду, а затем стражи порядка помогли ей подняться на дорожную часть. В настоящее время жизни 30-летней девушки ничего не угрожает, она находится с родными. К слову, ранее экипаж «Баррис-30» уже получал благодарность от руководства управления за своевременное обнаружение и возвращение родителям ребёнка с ограниченными возможностями пропавшего без вести. Аселя Айдар Сунгар Тулумхан при поддержке пресс-службы управления полицией города Семей. И это были все новости на сегодня. Оставайтесь с нами на связи, смотрите нас на ютубе. С вами была Аселя Айдар, до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова